Возрождение казачества возможно. То, что выдается за казачество, это, я не знаю, точно определить процент, но минимум на 70% это ряженые. Это клоуны, которые, их выступление можно считать издевательством над православием, издевательством над репрессированным народом. Потому что казаки это был народ, который создавал величие России. И из-за их специфических качеств их уважал весь мир. И они возвеличили Россию. И из-за этого их коммунисты решили уничтожить. Им это удалось в большей степени. Ну а искусственно создавать казачество на пустом месте, говорить, что можно вступать в казаки, ну это как вступать в эскимосы или в негров. Это же полная чушь собачья. Ну это очень больная для меня тема. Я не уверен, что это то, что вы хотите слышать. Так что скорее спрашивайте, что я вам буду сказать. Ну отчего же, я хочу слышать ваше мнение. Тем более, что да, это все очень интересно. Вот вы назвали качество, специфическое, особое качество казаков, за которые их уважал и им восхищался весь мир. Что это за качество? Если говорить о советских учебниках истории, то для нас образ казака был скорее некий образ такого человека, как раз с нагайкой, с плеткой, которая там, я не знаю, революционных рабочих этой плеткой, допустим, хлещет. Но на самом деле было не так. Какие качества должны были бы возродиться в потомках казаков здесь? И может быть отчасти так случилось, возродились в ком-то? Так. Казаки, они отличались именно свободой духа. Они отвечали сами за свою жизнь, за свою судьбу. И над собой они видели только Бога. Выбирали атаманов. Лучшего среди равных. Это, можно сказать, если это сильно упростить, это была демократия, это был республиканский принцип, скажем. И благодаря этим вот качествам они решали очень много проблем не только военных, а вообще ведь они смогли сесть на диком поле, где до этого на этой чудесной земле Черноземья никто не смог удержаться. Они смогли устроить свои большие хозяйства. И к ним стали уже потом приходить люди тоже свободолюбивые. Я знаю, что советская историография делает из народа, старается сделать сословие. И что это все были беглые холопы, которым вообще было лень работать, и они пошли к этим разбойникам, казакам и так далее. Но ведь казаки всю Сибирь присоединили к России, Аляску присоединили, которую император решил продать, потому что и так слишком всего было много. И даже сам Наполеон сказал, вот если бы у меня было там 2000 казаков, я бы завоевал весь мир. Потому что таких воинов никогда мир не видел до этого и после этого. Это ведь были люди, которые понимали свою ответственность за своих соотечественников. В этих военных частях не было никакой дедовщины, потому что все эти казаки вырастали вместе с детства. Они считали себя частью Великой России, но тем не менее хотели жить по-своему, по своей традиции. Я вот царское правительство, конечно, хотел их использовать и в каких-то других целях, точно в тех, в которых их теперь используют современные власти российские. А это было очень плохо. Казаки очень стыдились за то, что они пошли там разгонять какие-то демонстрации, потому что это было не в их традициях. Но, к сожалению, дегенерирует любое общество. Для меня теперь скорее важнее то, если остались еще люди на Дону, Кубани, Терек и так далее, которые не испорчены советским мышлением. Которые знают, где их история, какая их история и в чем было преимущество казачества. И если начинают так называемое возрождение казачества с того, что пляшут, буквально пляшут на гробах репрессированного народа. Я видел своими глазами станицы Клецкой, где кладбище закатали асфальтом, уничтожили все надгробия, сделали там стадион. И теперь там делают в хестивале казачьи песни и пляски на могилах, на костях. Это же страшно. И не понимают, что творят. Так что казаки, которые надевают на себя какие-то формы, говорят, что казаки никогда не снимали шапки, что можно с головным убором ходить и в храм, и сесть под иконами. Такой бред полный. Алексей Николаевич, если говорить о географии, где потомки казаков живут, где они вообще рассеяны? Я такой пример приведу. У меня знакомый ездил в Венесуэлу, и там далеко-далеко, у водопада Анхель, обнаружил могилу, на которой было написано «Спи, сын, дорогой казак, пусть шум от реки напоминает тебе наш тихий дон». Это было у водопада, у такого грохотчего, но свидетельствовало это о том, как далеко казаки добрались. Здесь была семья, которая после революции бежала, бежала, бежала и убежала аж в Венесуэлу. Но это, наверное, не совсем типичный пример. Кто-то все-таки остался. Я думаю, очень неправильно говорить о том, что казаки куда-то бежали. Кто-то уехал, скажем так, окей, не бежал. Они отступали, отступали перед многочисленным врагом, которых много раз было больше их. К сожалению, в Белой армии была только русская интеллигенция и казачество. Прежде всего, идеалистическая молодежь и казачество. Ну и, к сожалению, народ повелся на все эти лыжи, что дадут и землю, и свободу, и так далее. И вернули Россию обратно во времена Ивана Грозного с опричниками. И ввели потом крепостное право в этих колхозах и так далее. Так что казаки, они уходили с Крыма. Вы когда-нибудь прочитаете стихи Николая Туроверова, ходили мы из Крыма. Это же страшно. И те, которые просто поверили, что нельзя покидать родину, большевики, они же наши, они нам обещают, что ничего не сделают. Те, которые остались, тех там Белокун и Роза Залькинт, землячка, их расстреливали. Страшным образом уничтожали и так далее. Те, кто успели и смогли эвакуироваться с оружием в руках, ушли к турецким берегам. Союзники их интернировали на острове Лемнос. Но и там они все время ждали возможности возвращения в Россию. Думали, все-таки русские поймут, что их надули. И надо эту большевистскую сволочь интернациональную выгонять. Это этих сатанистов, которые под сатанинскими звездами решили уничтожить Россию. Хотели из нее сделать хворост для костра мировой революции. Мне отец всегда говорил, для нас это была родина, а не какой-то хворост. Нам это было небезразлично, какое будущее. И вот эти казаки просидели несколько лет на Лемносе и поняли, что от них союзники тоже хотят избавиться. Никакого похода не будет. И часть этих казаков, им помогло очень чешское правительство, пригласило к себе, дали возможность или работать с земледельцами, а молодым ребятам дали возможность получить высшее образование в Карлово университете, в медицинском факультете. Даже создали русский юридический факультет и так далее. Так что это очень тоже широкая тема, она хорошо описана в разных материалах. Так что... Ну в общем это Европа, Европа и те, кто остались в России, те, кому удалось вообще выжить и произвести на свет потомство, это не так много людей, да, насколько я понимаю? Те, кто остались в России, это было меньшинство. Вот я рекомендую всем, кто это еще не успел сделать, поехать на Дон. И рядом с Вешенской есть музей, очень хороший музей казачьего сопротивления. Второй такой же музей сопротивления антикоммунистического из Подольска, под Москвой. И там исторические документы, фотографии, карты, все как это было. Это страшная трагедия. И я первый раз побывал на Дону, на родной земле моего отца в 1957 году. Я там отпраздновал свое 15-летие у Михаила Александровича Шолохова, что отец с ним переписывался. Были мы у него в гостях. Но благодаря Шолохову мы смогли поехать, даже как иностранцы, поехать по родным отцовским местам. И мне после этого, что я там увидел, после этой мерзости запустения, мне жить не хотелось. 15 лет я действительно думал, что все, кончилось этой России, которую мы хотели все вернуться. И так ее любили, ее уже уничтожили. Ничего там не осталось. И незачем тогда нам жить. Это было действительно очень страшно. Я несколько лет тому назад снова смог побывать в станице Клецкой, поездил, увидел. И там немногое улучшилось, скорее, многое ухудшилось. До сих пор там стоит памятник Владимиру Ильичу Ленину, главному убийцу казаков, инициатора геноцией. Там лежат какие-то пластиковые цветы под этим. И люди ходят, ничего, даже не плюются. Я себе не умею представить, чтобы евреи ходили вокруг, или вообще люди в Европе ходили вокруг памятнику Витлеру. Для меня это то же самое. Это просто были массовые убийцы и преступники. Если я тут говорю даже перед эмигрантами, говорю, большевистская сволочь, их дергает, я говорю, почему вы оскорбляете русский народ? Я говорю, я не оскорбляю русский народ, я говорю, большевистская сволочь. Это разные понятия. Для нас это был антипод России. Те, кто старались уничтожить Россию, им это довольно сильно удалось. До сих пор Россия из этого не может опомниться. Потому что совсем другой менталитет людей. Мне больно видеть, как в массовом количестве убегают люди из России. Люди талантливые, которые могли бы отстроить эту страну. Очень много молодых. Посмотрите, до Первой мировой войны из маленького Чешского королевства, где было примерно 7 миллионов жителей, от 80 до 100 тысяч людей эмигрировали в Россию за лучшей жизнью. Причем это не были какие-то чернорабочие, а высококвалифицированные специалисты. Учителя, музыканты, математики, инженеры и так далее. И они полюбили Россию как свою. Приняли, крестились православие и так далее. Но это опять широкая тема, немного уходим от казаков. Но я считаю, что спасти Россию могут только люди, которые способны быть свободолюбивыми. Если это не в состоянии будут сделать казаки, то уже никто. Алексей Николаевич, большое спасибо. Ограничено немного по времени. Спасибо вам за интересный рассказ и за то, что согласились побеседовать. Это был Эсек Килин, сын Донского казака, член Совета Чешского правительства по вопросам национальных меньшинств, член правления пражского общества. Еще днем сегодня бросила в твиттер вопрос программы «Боитесь ли вы казаков?» И по ответам поняла, что люди через раз, по крайней мере, считают, что я про Украину спрашиваю и про казаков. Ну, неплохая идея сравнить их и наших казаков. Тимур Олевский, наш специальный корреспондент в Киеве, побеседовал с казаком на Майдане. Когда мы в России смотрим на казаков российских, в обществе мало людей, которые понимают, что форма, одежда казачья, да, это серьезно, часто кажется, что это такой наигранной истории, иногда их даже ряженым называют. Как это в Украине и для вас, вот вышиванка, люлька, это показать, чтобы казак здесь, на Майдане, такая витрина, или это прям серьезно? Нет, это серьезно. Вам по-русски проще. Ну, как вам удобнее. Если по-русски, я буду признателен. Да, значит, как вам сказать, это древняя традиция. Традицию из души не выкоренишь. Так что вот я хожу в вышиванке, по-нашему называется, курю трубку постоянно. А в Советском Союзе вы ходили в вышиванке? На шурчу, вот такой казацкий. Когда был Советский Союз, вы тоже ходили в вышиванке? Да, но по праздникам. А кто вас приучил к этому? Ну, вы знаете, из гена, гены уничтожить нельзя. Ну, отец у меня ходил в вышиванке. Правда, он не курил. Ну, а мне выпала такая участь. Сколько казаков в Запорожске на баррикаде? Вы знаете, тут не запорожские казаки, тут казаки со всей Украины. И настоящие казаки, они ряженые. У нас много казачьих. Вот я представляю Черноморское казачество. Вот тут товарищ стоял, он представляет Запорожское казачество. Тут Хмельницкое. И мы считаем, что настоящие казаки должны быть со своим народом. И не просто ряженые. А в Крыму есть казаки? Да. В Крыму есть казаки? Есть. А вот смотрите, если сочинские казаки приедут с Челобитной к крымским казакам и скажут, ай да, казаки, к нам в Россию объединимся, будет Крым российским. Как вы думаете, как они на это отреагируют? Я хочу сказать, прежде всего, от казачества не все зависит. Это первое. А второе, почему Крым должен быть российским? Если по истории и по правилам Крым вообще-то чей-то татарский? Земля завоевана. Вы общаетесь друг с другом, а через границу с кем? Казаки украинские с казаками русскими? Да вы знаете, вообще-то они испытывают нам антипатию какую-то непонятную. Хотя, вот у нас тут одного казака месяц назад, а может, еще нету месяца, в плен забрали наши беркутята. Ему удалось сбежать, его там мучили, пытали, отрезали ему чук. Там, подожди, приезжали донские казаки, привезли ему подарок ценный, оценили его ходы. Так что говорить о том, что казачество чуждо друг другу, нельзя сказать это. Ну, просто среди казаков тоже бывают разные люди. И даже вот и среди наших, я не хочу сказать, что мы лучшие все. Среди наших тоже говорят как, в семье не без уродов. Так что хватает всего. Как на сегодня вы относитесь к милиции? К милиции? Просто я объясню вопрос. Я сегодня видел разные сцены на улице. Видел сцену насилия, видел, как убивали людей. Видел, как милиционеры плакали, когда разговаривали с людьми, но не могли нарушить приказ. Мне важно ваше представление. Для вас это враги или нет? Нет, почему они враги? Они враги, пока они на той стороне. Вот сегодня мы, наши бойцы, взяли в плен порядка 20 беркутовцев. Команда была со сцены и пытались, чтобы их не били, не обижали. Но их провели в администрацию. А куда их дальше сдали, я не знаю. Но, во всяком случае, казнить их не собираются. Хотя рисуют нас так, что мы захватываем плен, распинаем, чуть ли не живыми сжигаем. Это все неправильно. Казаки именно захватили? Нет. У нас же тут более 30 сотен. Наши сотни. Это у нас здесь казацкая сотня, это казацкие резудуты. У нас еще стоят казаки за сценой. А так, народ, народная самооборона. Когда казак в бой идет, он вышиванку снимает? Кого? Когда в бой идет, казак вышиванку снимает? Это сугубо добровольно. Может снимать, может не снимать. Какой зовут? Вообще-то носили, в бой носили вот такие рубашки, не всегда вышиванки. Вышиванка – это роскошь, понимаете, это шик. И не только казаки носили вышиванки. Вышиванки носил весь украинский народ. Наши женщины, наши мужчины, они на праздники всегда одевали вышиванки. Привилегия казаков была – это сабля, это кинжал, это пистоль, это шапка, которую казак снимает только перед уважаемым по-украински товариством, общество казацкое. И вместе с головой. Больше он ни перед кем шапки не снимает. Спасибо. Как вас зовут? Как вас представите? Как меня представить? Ну и представьте, у меня казак Северин. Казак Северин? Да. А какое войско? Одесское. Одесское казачье. Спасибо. Будьте здоровы. Всех благ. Интересно, как этот одесский казак понравился бы или понравится, в том случае, если он досмотрит программу до конца, моему собеседнику, потомку казаков, не эмигрировавших, не бежавших, отступивших в Чехию, вот человек считает, что он в состоянии сделать страну свободной, так как он себе это представляет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!